Всем привет, дорогие друзья-автомобилисты! Итак, очень интересный вопрос от подписчика канала. Зачитывать его имя не буду, именно ник, потому что очень сложный. Здравствуйте, уважаемый Алексей! Крепкого здоровья вам и вашим близким! Удачи в это трудное и полностью непредсказуемое время! Мир и благо вашему дому! Пишет ваш старый подписчик. Всегда проверяю уровень моторного масла по утрам, перед выездом. Ну вот, сдался мне ради интереса посмотреть уровень сразу после остановки мотора. А там масло на минимуме, по утрам на полную. Теперь вот думаю, дай у вас спрошу, как вы проверяете уровень масла в двигателе. Имя мое зачитывать не обязательно, это все равно просто псевдоним. Но просьба ответить мне по сути вопроса. Это очень важно для меня. С глубоким уважением и пожеланиями вам только хорошего, ваш преданный подписчик. Друзья мои, если у вас есть необходимость помочь своим близким, которые оказались в трудной ситуации за границей, допустим, вы в России, а не в Украине, или вы в Украине, а не в России, и вы хотите материально им помочь, то у меня есть уникальная возможность помочь вам в этом. Друзья, мы обращаетесь вот на эту электронную почту, пишите запрос, я обязательно отвечу, расскажу все условия, как это все делается. Стараемся делать очень быстро. Итак, друзья, по сути вопроса, когда и как проверяем масло? Конечно же, на разогретом двигателе проверять масло, но это глупость и это неправильно. По той причине, что масло разошлось по системе, оно не стекло. И в этот момент не проверяется масло. Обычно, как бы, рекомендуют производители автомобиля проверять масло после того, как двигатель постоит 10-15 минут. То есть, поработал, разогретый, вот масло еще теплое, но оно уже стекло по стенкам, и, соответственно, проверяет. Но я так не делаю. Я проверяю масло на холодную. То есть, я утром подхожу к своему автомобилю, открываю капот, и, соответственно, конечно же, я вытягиваю щуп, проверяю уровень масла. Если уровень масла в порядке, тогда я спокоен. Но никак не на горячую, не на разогретом двигателе. Конечно же, можно дать постоять двигателю, допустим, после работы, когда он поработал, 10-15 минут, масло стекло, вы проверили. Уровень не сильно будет отличаться от холодного, но, на мой взгляд, правильно будет, если мы будем проверять масло именно перед выездом. То есть, мы перед тем, как запустить двигатель утром, допустим, вытягиваем щуп, и проверили, мы видим, что масло уровень недостаточный, мы доливаем масло до нормального уровня, и после этого мы передвигаемся, все нормально ездим. А если ваш двигатель постоянно жрет масло, то, конечно же, тогда проверяйте на теплую. Но заглушите двигатель, дайте 10-20-30 минут постоять двигатель, чтобы он не остыл полностью, но масло все стечет за это время, и тогда вытягивайте щуп, и проверяйте уровень масла, и по необходимости доливайте до нужного уровня. Надеюсь, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, и подписываемся на канал. Подписываемся на этот канал в YouTube, а также на мой канал в Дзене. Вот QR-код, направьте камеру своего мобильного телефона или планшета, на этот QR-код вас перебросит на мой Дзен-канал. А если вы смотрите меня с мобильного телефона или планшета, то под этим видео в описании есть ссылочка, опять же. Переходите по этой ссылочке и обязательно подпишитесь на мой Дзен-канал, чтобы мы с вами всегда оставались на связи. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова